Специалисты Росельхознадзора выявляют нарушения и на действующих предприятиях. Так, в ходе одного из рейдов на Урицком мясокомбинате были выявлены случаи несоблюдения ГОСТа. Предприятию было дано время на их устранение. О том, получилось ли исправить недочеты вместе с проверяющими, узнавал и наш корреспондент Патимат Ханапова. Урицкий мясокомбинат функционирует вот уже 22 года. За это время он стремительно завоевал местный рынок и считается одним из основных предприятий региона. Оно развивается, расширяется, но вместе с тем, как и любой бизнес, имеет некоторые недочеты. Их и выявляют назорные ведомства. Данное предприятие полностью исправило выявленное Росельхознадзором по инстаграму Телегистан правонарушения и разобновило производство продукции. Кроме того, здесь произведена реконструкция производственных площадок при цепи обеспечения безопасности производимой продукции. Около 70 видов колбасных изделий, более 20 молочных. Их функционал у завода довольно большой. Имеет он и сырьевую базу, так называемое подсобное хозяйство. Это, в свою очередь, дает гарантию, что мясо действительно халяль. У нас есть предприятие, которое занимается сырьем. Мы принимаем от населения. Живой скот, забой делаем строго у себя. Битый скот мы не принимаем. Вот, хоть золотой бычок будет. У нас проверок каждый месяц. Нету месяца уже одна-две проверки есть. Проверки, они нужны. Почему? Потому что, чтобы мы не расслаблялись. Если мы работаем, конечно, без нарушений не бывает. Мелкие нарушения, конечно, бывают. Вкус и аромат копченых колбас зависит не только от высококачественного сырья и хорошего оборудования, но и от дыма. Поэтому здесь используются только такие породы деревьев, которые придают особенный золотистый цвет и необыкновенный вкус. Процесс копчения у нас происходит из натуральных опилок. Используются породы фруктовых деревьев, буб, дуб. Поэтому у нас ароматы эти все, цвет копчения, они достигнуты именно настоящими породами дерева, настоящим дымом. То есть классическое копчение, как это было 300 лет назад. В народе самая вкусная, самая красивая колбаса – это красиво закопченная колбаса. И аромат колбасы – это аромат копчения. Анжела Тагирова на предприятии 17 лет. За час успевает изготовить почти тысячи килограммов колбасы. Работу свою любит и ценит. Мне очень нравится моя работа. И я не скажу, что я когда-нибудь хотела бы поменять ее. Нет, мне нравится на своем месте. Я каждый месяц, у меня четверо детей, каждый месяц я стабильно покупаю одно количество колбасы своим детям. Мы начинали, конечно, я скажу, с нуля начинали. Было одно помещение, небольшой маленький цех был, старый такой, со шлангами. Был у нас идеал один стоял. Ну, естественно, потихоньку расширились. Ну, не сравнить сейчас. Мы сейчас в разы увеличились. Не на, а в разы увеличились. Такие проверки здесь проходят регулярно. Вот и на сей раз оценив устраненные недостатки положительно. Специалисты Ростельхознадзора отобрали на экспертизу очередные пробы. Они направятся в Москву. Результаты будут известны совсем скоро. Патеринат Харнапова, Гаджи Магомедов. Новости ННТ. Кизляр.